Рабочий день в отделении абдоминальной онкологии начинается с традиционной утренней конференции, где все вместе собирается весь лечащий персонал, чтобы выслушать доклад дежурного врача и сестер о состоянии пациентов за минувшие сутки и определить распорядок рабочего дня. Руководит клиникой член-корреспондент Российской Академии Медицинских Наук профессор Иван Сократович Стилиди. Внимательно выслушав лечащих врачей, досконально изучив истории болезни, он корректирует лечебную тактику. Главная цель – сохранить жизнь пациента без потери ее качества. Стараниями сотрудников в абдоминальном отделении создана уютная атмосфера. Все обратившиеся за помощью находятся под постоянным наблюдением врачей, которые с теплом и вниманием относятся к своим подопечным. Все рассчитано на то, чтобы пациенты чувствовали себя как можно комфортнее. Чистые палаты, добрый и отзывчивый персонал, который всегда с пониманием и участием отнесется к любой просьбе или жалобе на недомогание. Кстати, онкологический центр имени Блохина – клиника с полувековой историей и является правоприемником Института экспериментальной патологии и терапии рака АМН еще со времен Советского Союза. В отделении на уровне современных мировых стандартов проводится лечение больным опухолевыми заболеваниями пищевода и желудка, легких, печени и поджелудочной железы, кишечника, а также забрюшинными саркомами. Клиника хирургическая, однако, в дополнение к самым современным методикам сложнейших реконструктивных операций, широко используются возможности лекарственного лечения. Это новейшие противоопухолевые препараты, а также лучевая терапия. Это обеспечивает комплексный всесторонний подход в лечении онкологических больных. Пациент детально обследуется врачами-диагностами. По каждому конкретному случаю обсуждается все до мелочей и разрабатывается самая эффективная стратегия лечения. Больным проводится предоперационная подготовка для улучшения работы органов и всех систем организма. И вот к моменту операции хирурги знают о пациенте практически все. Они готовы к полному контролю ситуации. Реконструктивные операции в брюшной и грудной полостях могут быть многочасовыми. Это сложный ювелирный труд. С хирургами в равной степени участвует и высококвалифицированная бригада анестезиологов. Лечение, уход и выхаживание в послеоперационном периоде – важнейший этап. Его совместно с хирургами проводят опытнейшие реаниматологи. Итог слаженной работы такого тандема профессионалов – спасение жизни. Когда мне сказали мой диагноз – рак желудка, у меня до этого никогда желудок не болел. Всей семьей мы посоветовались и решили, что надо ехать на Кожирское шоссе. Приняли здесь очень все внимательные, очень все добродушные. Когда назначили операцию, назначили как раз Иван Сократович и стиледи. Я не боялась, шла. Тем более я знала, что у меня будет оперировать Иван Сократович. Все было спокойно в душе у меня. И я прооперирована, на следующий день проснулась. Даже села в реанимации. Тяжелая болезнь, но излечимая, как вот жизнь показала. И вот, как вам сказать, опытный больной, бывший. Много сказать, не нервничайте, ребята. Но самое интересное, вы знаете, меня очень сильно поразило, знаете, насколько тяжелый у этих людей здесь труд. То есть он не подлежит какой-либо оценке, это именно призвание их души. Также в отделении постоянно ведется научно-исследовательская работа. Публикуются актуальные статьи в известных отечественных и зарубежных журналах. Издаются монографии и руководство по лечению онкологических заболеваний. Вот вы находитесь сейчас в хирургической, онкологической клинике, клинике абдоминальной онкохирургии. Контингент пациентов, которые получают лечение в нашей клинике, это больные раком пищевода, раком желудка, больные с заболеваниями поджелудочной железы, разных ее отделов, печени, забрюшинного пространства и больные с онкологической патологией поперечно-ободочной кишки. Хирургический аспект, который здесь разрабатывается и на протяжении многих лет совершенствуется, предусматривает три принципа основных, по которым мы работаем и по которым идет развитие и эволюция хирургического метода. Прежде всего, это максимальная безопасность для пациента. Мы стараемся выполнить оперативное вмешательство с минимальной травматичностью для больного, с максимальной безопасностью, но не в ущерб онкологической адекватности, ибо этот принцип на сегодняшний день для наших больных в нашем учреждении основополагающий. Все-таки онкологический центр в целом – это большая школа, большая школа онкохирургии, которую возглавил, я могу даже сказать, создал на сегодняшний день в современном ее аспекте, в видении, понимании ее сегодняшнего дня, Михаил Иванович Давыдов, мой учитель, руководитель нашего центра. Он и утвердил, и провозгласил вот эти принципы, по которым мы сегодня работаем, это максимальная безопасность, онкологическая адекватность и высокая функциональность. Принципы, которые я считаю, будут актуальны столь долго, сколь долго будет существовать область медицинского искусства хирургии. В клинике проходят практику студенты-медики, ординаторы и аспиранты. Специально для них была создана научная библиотека, где любой врач или практикант может найти нужную для себя литературу. Такая высококлассная организация процесса лечения была бы невозможна без действенной помощи директора центра, академика Михаила Ивановича Давыдова и крепкого профессионального руководителя отделением профессора Ивана Сократовича Стелиди. Если говорить о моем учителе, о нем можно говорить бесконечно долго, и все равно рискуешь не отразить все грани его натуры. Но говоря вкратце, могу сказать, что это в высшей степени талантливый клиницист и гениальный хирург. При нынешней экологии, стрессах и постоянном переутомлении количество онкологических заболеваний повысилось в десятки раз. Рак – болезнь тяжелая, но ее можно победить. Врачи делают все, чтобы эта страшная болезнь отступила. В онкологическом центре имени Блохина работают высококлассные специалисты, а опыт подсказывает, что здоровье нужно доверять профессионалам. Онкологический центр имени Блохина – профессиональная помощь в трудную минуту.